Всем привет! Сегодня будет видео как раньше, только вы, я и пакеты. Я буду показывать свои покупки, которые я совершила на Black Friday. И у меня давно был составлен такой небольшой виш-лист вещей, которые мне хотелось бы купить, или что-то у меня закончилось из косметики, и мне хотелось бы купить это повторно, и я выжидала хороших скидок, хороших акций. И мне захотелось снять это видео чуть раньше, чем начнутся зимние распродажи. Возможно, вы тоже что-то присмотрите, и потом купите себе это с хорошей скидкой по выгодной цене. Итак, давайте начнем с магазина Reserved. И на самом деле я очень давно не заглядывала туда, я даже не знаю почему. Мне не нравились модели, они как-то морально устарели, а потом одна из вас написала мне, что «Оль, почему ты туда не ходишь? Там так много классных вещей, да, они повысили цены, но действительно и ткани у них неплохие, не все, но есть достойные вещи». Потом я разговаривала со своей подружкой Настей, она сказала то же самое, и я подумала, почему бы и нет. Мы с ней вместе пошли в Reserved, и как-то у меня не было настроения что-то примерять. Настя купила себе жакет, и потом через несколько дней я вернулась. И вы знаете, действительно, очень классные модели, и такие современные. Раньше они были такие более бабские, извините за выражение. Ну, короче, сейчас мне понравилась коллекция, есть действительно такие жемчужинки. И первое, что надето на мне, этот жакет я уже один раз носила, и слушайте, он мне настолько нравится. Да, у него такая расцветка, которую нужно немножко разбавлять чем-то более современным, чтобы не выглядеть старомодно. И, кстати, в Reserved есть классные жакеты с шерстью, и прям я посмотрела составы, и такая, вау, ничего себе, прям очень неожиданно. Этот жакет мне понравился тем, что у него такой прямой крой, он прикрывает попу, и при моем телосложении, при моей фигуре гораздо красивее смотрятся жакеты, которые чуть-чуть длиннее. Если раньше только мне так казалось, у меня не было какого-то объяснения, то сейчас мои мысли, мои слова подтверждает будущий стилист, которая сейчас все это изучает. Мы вместе с ней будем снимать и разбор моего гардероба, и шоппинг-влоги, но это все, скорее всего, будет происходить в начале следующего года. Возвращаясь к жакету, действительно очень классный, он хорошо сидит, мне нравится расцветка. Здесь такие пластиковые коричневые пуговицы, вы знаете, они мне даже нравятся, я бы их не перешивала, но если вас не устраивает пластик, то вы знаете, что такую маленькую деталь можно без проблем изменить. Дальше, в том же магазине Reserved я купила две шапки, и вот эту я уже носила, и она, к сожалению, полностью акриловая, но так как у нас практически нет сильных морозов, то в этой шапке мне вполне нормально. И вот, кстати, если в пряже есть шерсть, то очень часто у меня чешется голова, это раз, а во-вторых, когда я снимаю шапку, то у меня на лбу так долго остаются красные узоры от шапки. Но, наверное, если бы у нас было прям очень холодно, то мне было бы плевать на все эти моменты, я ходила бы в шерстяной шапке. Эта шапка будет продуваться, она просто очень классно смотрится, и для тех целей, для которых купила ее лично я, она очень даже подходит. Мне нравится такая модель, здесь объемная вязка, и если вы знаете, где купить классную шерстяную шапку такого плана, то поделитесь с другими девочками. Она, к сожалению, без подкладки, но для меня это не минус. Также я планировала купить несколько моделей сумок, которые актуальны в этом сезоне, для того, чтобы дополнять свои зимние наряды. Мне хотелось, чтобы они были или необычными по форме, или по цвету, и, конечно, я не готова инвестировать в такие вещи, поэтому я выбрала что-то подешевле. И в резерв, как мне кажется, я нашла довольно неплохой вариант, и эту сумку я пока что не выгуливала, она до сих пор с этикеткой. Не то, чтобы я сомневалась в ее удобстве или еще в чем-то, просто мне хочется посмотреть, как она будет сочетаться с теми вещами, которые у меня уже есть. И у меня была сумка с кольцами из манго, и оказалось, что это очень даже удобно. И вот эта сумка в реальной жизни смотрится более качественно, чем вы видите ее на экране. У меня есть очень классные сумки кожаные, которые смотрятся прям ух. А вот это такой вариант, знаете, куда-то на вечеринку, куда-то просто к обычному наряду, для того, чтобы добавить чего-то более такого интересного. Эта сумка выполнена из кожзама, она довольно вместительная, при том, что это маленькая сумочка. Здесь два кармашка, один просто такой, который не застегивается, а второй с молнией. И это довольно удобно. Еще есть ремешок, о котором я не знала. Ну, приятно. Я купила ее для того, чтобы носить ее вот так, держа за кольцо. И последняя покупка в резерв, это еще одна шапка, в таком терракотовом или кирпичном цвете. Я за нее заплатила меньше, чем указано на ценнике. Оригинальная цена около 12 евро, наверное, где-то так. И этот цвет просто обалденно смотрится. С серым, с молочным, с белым, с черным, с таким цветом Camel. И, кстати, в резерв есть очень много шарфов. Если вам не нравятся шерстяные, то вам туда. У меня есть хороший теплый шарф из H&M, из 100% шерсти. В Benetton есть хорошие шарфы. В общем, все, что я знаю, я напишу внизу в инфобоксе. На Asos я заказала немного вещей, на самом деле. Потому что вообще целью моего заказа был наряд на Новый год. Мы будем отмечать Новый год у нас дома. Еще у моего мужа юбилей. Мы пойдем в клуб танцевать. Мне хотелось чего-то оригинального. Сейчас я не буду показывать вам свой выбор. Потому что я буду снимать отдельную новогоднюю собиралку. Но то, что мне давно нравилось, я таки купила с огромной скидкой. Так как эта сумка вышла на какую-то сумасшедшую распродажу. И мне удалось ее отхватить, скорее всего, потому что ее кто-то вернул. Это трендовая сумка. Сезонная. В очень красивом цвете. Но меня привлекла форма. И еще вот эта ручка. Мне кажется, что это настолько актуально сейчас. Это смотрится так стильно. И когда я представила себе эту сумку с этим жакетом. И я очень хотела найти серьги, которые будут идеально подходить к этому образу. Я поняла, что черт. Пусть это будет недорогая сумка. Но мне она нужна. Конечно, это не самая качественная сумка. С кричащим, узнаваемым издалека логотипом. Но я за этим не гонюсь. Она меня просто радует. И это самое главное. И я планировала, я хотела, я, собственно говоря, так и делаю носить вот эту сумку с помадой в похожем оттенке. И оказалось, что она уже у меня есть. Это Huda Beauty. Такой по-настоящему осенне-зимний цвет. Trophy wife. Как-то летом мне с ним было не особо комфортно. При том, что я была загорелой. Ну, не знаю. И в эту сумку довольно много всего помещается. Если вы хотите разнообразить как-то свой гардероб, то почему бы и нет. Ну, три кармашка, ни один из них не застегивается. Но все равно сумка классная. Я планировала купить серьги, которые будут похожи на те клипсы, которые я, к сожалению, сломала. И, конечно же, я нашла такую модель на Asos. И что-то пошло не так. Мне прислали сразу две пары. Поэтому одну придется отправить обратно. И еще в моем заказе были серьги, которые я даже не стану распаковывать. Они выглядят очень дешевыми. Как будто я купила их где-то на рынке. И да, они не были дорогими, но я такое носить не буду. В отличие от вот этих сережек, они не смотрятся презентабельно, что ли. И вот эти серьги, они не очень тяжелые. Хотя смотрятся такими массивными. И у меня от них не чешутся уши, не раздражаются. Они не краснеют. Так что, если вам нравятся такие модели, то очень-очень советую. Мы с подружкой зашли в бодишоп. И у них была хорошая акция. Четыре средства по цене двух. И мы решили гулять, так гулять. Я хотела купить в подарок Насте роликовый массажер. Я не умею делать сюрпризы. Я признаюсь честно. И даже когда я куплю что-то не на праздник, а просто так, прежде чем я это вручу Насте или маме, я всегда скажу, что я купила, я уже не могу дождаться. Ну, такой я странный человек. И очень часто мои близкие, мои подружки и так не смотрят эти видео. А Томек так тем более. Если я покупаю что-то там Томеку или что-то планирую сделать, то, скорее всего, он до конца не узнает об этом. У меня есть этот роликовый массажер. Давайте я как-то аккуратненько открою. Это очень хороший подарок, потому что иногда жалко потратиться на какой-то там подарок, а получить что-то, что тебе хотелось бы попробовать. Всегда очень приятно. Так что вот в подарок Насте отправляется вот этот массажер. Я не знаю, как мы с тобой, Настя, это сделали, но у меня оказались оба масла. Мы взяли вот эти масла с оливкой, причем это большой формат. Мне понравился состав и аромат. Это масло имеет такой нежный аромат. Он совсем не напоминает то оливковое масло, которое мы используем в кухне. Что-то более такое свежее, зеленое и очень хорошо питает кожу. Вот одна банка и вторая. А что было четвертым, я уже и не помню. Я посетила Сифору и Мак. Все сложила в один пакет. Итак, я купила бьюти-блендер, потому что на черную пятницу он стоил около 10 евро. Это очень хорошая цена. А вы знаете, что это моя любимая губка для макияжа. Поэтому она никогда не помешает. Взяла себе небольшой формат моей любимой пудры от Too Faced. Это мой фаворит года. Действительно, этой пудрой я пользовалась чаще всего. И меня немножко утомило вот это пересыпание из полноразмерного средства в какие-то там коробочки. Это не очень удобно. И когда ты торопишься, зачастую это выглядит именно так. Все рассыпается. И, ну в общем, решила больше не заморачиваться. И купила себе вот такую миниатюру. Я еще не открывала ее. Вот так она выглядит. И эта пудра имеет слегка желтый оттенок, но на деле она прозрачная. И мне очень нравится закреплять этой пудрой консилер или наносить ее на Т-зону. Она мне не пересушивает область под глазами, немного блюрит кожу. Что-то еще дружит со всеми консилерами. Ну в общем, это просто мой огромный любимец. В той же Sephora я взяла себе оттеночный гель для бровей от марки Benefit. Очень давно хотела попробовать и все никак не могла подобрать для себя нужный оттенок. Взяла в номере 1. И вы знаете, очень классное компактное средство. У меня закончилось несколько гелей для бровей, поэтому решила обновить свою косметичку. Неплохой гель для бровей. У него не сверхсильная фиксация, так как у Lancome. И если бы я это знала, я все-таки купила бы оттеночный от Lancome. Но я думаю, что большинству из вас понравится эффект, который дает эта тушь для бровей. Она хорошо прокрашивает, она не комкуется, можно наслаивать. И она неплохо укладывает бровки. Но иногда, когда мне хочется прям вот приклеить брови, чтобы они не двигались от моей челки. Чтобы они были в том месте, в том положении, как мне хочется. Меня спасает только Lancome. А вот это неплохое средство на каждый день. Несколько раз им пользовалась. Мы зашли в MAC. И я купила себе две не то чтобы хотелки. Это те средства, без которых мне не хочется обходиться. Первое это пудра. И эту пудру я буду носить в сумочке. У нее прочная упаковка. Эта пудра у меня была. Я как-то побывала на презентации. Мне подарили ее. Она у меня закончилась. Я купила повторно. Это линейка Next to Nothing. Ее вообще не видно на коже. Она очень хорошо матирует. Она не подходит для использования под глаза. Она не дает дополнительного покрытия. Она у меня в оттенке Medium. И я очень люблю марку MAC. У меня к ней какой-то такой сентимент. Я помню, как я пришла впервые туда. Потерялась. Забыла, что я хотела купить. И для меня это была целая магия. И мне как-то, не знаю, особенно приятно доставать эту пудреницу из сумочки. Не знаю. Назовите меня сумасшедшей. Ну вот есть такие средства, такие марки, которым хочется возвращаться вновь и вновь и вновь. В общем, купила себе пудру. Она с зеркальцем. Она идет с пуховкой. В отличие от минеральной пудры, которая тоже у меня есть, которой я иногда пользуюсь. И у меня были вот эти румяна. Но мне хотелось порадовать мою маму. Поэтому я подарила их своей маме. Но я уже несколько лет думала о том, что, Оль, надо купить, надо купить. И скидка 25% сделала свое. Я ничего не выбирала. Я целенаправленно зашла в Мак и купила то, что мне хотелось вернуть в мою косметичку. Это румяна в оттенке Dainty. Это такой красивый, освежающий персиковый цвет. У меня заканчивается румяна от Tom Ford. И мне много чего дарят, а мне доставляют удовольствие также покупка тех средств, которые мне хочется заиметь. И этот оттенок на самом деле иногда смотрится чуть розоватым. Он такой невестошный. И он такой сатиновый. Мне кажется, что раньше он был более розовым. Если я не ошибаюсь, или возможно я сейчас что-то путаю. В нем есть какие-то такие светоотражающие частички. Но они не подчеркивают текстуру кожи. Этот оттенок шикарно смотрится на разных оттенках кожи. И я недавно пересматривала свои видео, где я была накрашена этими румянами. И думаю, пришло время вернуться к ним вновь. Мне очень нравится вот эта линейка минеральных румян от Мак. И сегодня на мне другой цвет. Я вот только что при вас достала эту новую коробочку. И теперь начну ею пользоваться. И последний магазин, в котором я пошопилась, это Mango. Я все покупала на официальной странице. И некоторые вещи пришли в таком странном виде. Мне придется отправить их обратно. Сколько бы я не жаловалась на Zara, вообще на Inditex. Я много что покупаю онлайн. У меня никогда не было таких ситуаций. Мне всегда все приходило идеально упакованным. Не поцарапанным, не поношенным каким-то. Не знаю. Вот эта сумка мне понравилась по форме. Но проблема в том, что она здесь то ли так сшита, то ли она просто примята. Это не выравнивается. Я пыталась что-то с ней сделать. Но потом плюнула. Думаю, зачем этим всем заниматься. Я вообще решила, что хочу себе такую сумку в качественном варианте. Я уже нашла ее на одном польском сайте. Это польский производитель. Я попрошу ее себе в качестве подарка на Новый год. Почему бы и нет. А вообще смотрится очень стильно. Здесь такая как бы рельефная кожа. Видите? Очень-очень здорово. Знаете, с одной стороны разочарование, потому что это так выглядит. А с другой сумка супер стильная. И серьги, которые я буду искать оффлайн. То есть мне надо будет убедиться в том, что они не поцарапаны, что с ними все нормально. У Mango нет какого-то правила качественной бижутерии. Иногда я что-то покупаю и прям супер ношу годами. А иногда покупаю серьги и буквально через несколько месяцев они выглядят ну так себе. И уже стыдно это все носить. Эти серьги довольно массивные. Это такое сочетание, которое я довольно редко выбираю. То есть серебро и золото одновременно. Мне не всегда в этом комфортно. Но эти серьги мне очень понравились. Я обязательно буду их искать. И я хотела попробовать носить сумку в виде ведра. Но выбираю между вот этой такой винной и второй из Asos. Мне кажется, что та из Asos выглядит более интересно. Это как раз то, что я искала. Просто я заказала все то, что мне нравилось. И теперь я поняла, что ту оставляю, а вот эта поедет обратно. Она, кстати, не маленькая. Сюда поместится полжизни и памперсы, и, я не знаю, там влажные салфетки, если вы мамочка. Это такая сезонная сумка. К ней также шел более удобный длинный ремешок. Я скажу то, что не планировала озвучивать. Но с этой сумкой я выгляжу как баба с ведром. Хей-богу. Поэтому как-то нет. Ну вот такие глупые, веселые ассоциации у меня с этой сумкой. Я думаю, что просто это такая модель. В моем заказе также были удачные вещи. К примеру, вот этот жакет, который понравился мне еще в конце лета, когда он появился на сайте. Потом его долго не было в продаже. И я специально сидела и выжидала 10 часов вечера, чтобы успеть купить свой размер со скидкой. У нас было минус 30% на почти весь ассортимент. И этот жакет у меня в 34 размере. Он довольно большой. То есть мне кажется, что даже на 36 размер он подойдет. Или если вы так же, как я, любите носить какие-то водолазки под жакет, то тоже учтите, что будет нормально. Он удлиненный. Я не планирую его застегивать, но здесь есть одна пуговица. И издалека кажется, что это серый жакет. На самом деле это принт, который, скорее всего, называется елочка. Здесь серый цвет и черный. Смотрится очень достойно. Мне хотелось бы купить какой-то интересный пояс или ремень. То, что я заказала на сайте Mango, мне вообще не понравилось. Так как это типа замша и типа дорогая замша. И это слишком мягкий какой-то пояс, скорее. Это даже не ремень. Короче, какая-то полная ерунда. А вот этот жакет, еще не сказала, идет с подкладкой. И он не слишком структурированный. Если вам нравятся такие жакеты, которые как на солдатах, да, то это не совсем то. Более расслабленный вариант. И для меня жакеты являются основой моего осенне-зимнего гардероба. И большинство из тех жакетов, которые я покупаю на протяжении года, на каких-то скидках. И большинство из них качуют со мной из сезона в сезон, из года в год. И мне не жалко инвестировать в такие вещи. Это не совсем бюджетная покупка. Но зато я знаю, что я буду надевать его столько раз, что он себя окупит. И последнее, что мне очень нравится, это брюки. Тоже в таком винном цвете. Они очень качественные. Сейчас вы их не увидите. Но я обязательно сниму примерку, тоже как раньше. Сзади есть кармашек. Это не слишком элегантные брюки, с одной стороны. Но с другой стороны, они смотрятся и стильно, и как-то так, знаете, аккуратно. И вы не будете смотреться как-то расхлябанно, как в спортивных штанах на резинке. А наоборот, очень собрано. Здесь, впереди, есть импровизированная стрелка. То есть, прошита ткань. И расцветка бомба. И ткань тоже. Я видела, что они есть в сером цвете. И, скорее всего, эти брюки будут на скидку. Девчонки, если вам нравятся такие модели, они, наоборот, не полнят. А делают нас более стройными какими-то. И вот я пытаюсь перестать носить скини, но бывают наряды, в которых без них мне как-то, ну, не знаю. Я не знаю, на что сменить эти же скини. Или с какой обувью носить какие-то другие брюки. Если, там, весной, летом и ранней осенью нет никаких проблем, то зимой подобрать какие-то толковые ботинки. А чтобы они были еще и теплыми, это вообще катастрофа. Или какие сапоги надеть. Это у нас тут тепло в основном, да. А когда я жила в Украине, то сапоги всегда должны были быть с утеплителем, с мехом внутри. А здесь вообще даже невозможно что-то такое купить. В общем, если вам было интересно, то не забудьте поставить пальчик вверх. Напишите, что вам понравилось из этих покупок. Что, возможно, вы купили удачного. Что вы советуете купить на зимние распродажи. Я потихоньку составляю очередной виш-лист. И планирую наш бюджет. Видео о бюджете будет чуть позже. Я помню. Просто у нас некоторые изменения. Я говорила о том, что муж выходит на работу. И как только у нас самих все устаканится, я обязательно поделюсь с вами. А то как-то наша система немножко начала меняться. И стало неактуальным то, что я хотела сказать два месяца тому назад. Но я помню. Я обязательно это сделаю. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.